Русские новости Выпускаются они уже три года Аудитория, конечно, выросла Сейчас в фоновом режиме ежедневно русские новости смотрят 400 человек примерно И примерно время просмотра около трех суток Это, конечно, ничтожно мало То есть на том базисе, который уже отснят Существует ничтожная аудитория Может быть за месяц эта аудитория вырастает до нескольких тысяч Но это не превращает русские новости в средства массовой информации Даже если отдельные ролики набирают десятки тысяч просмотров Во-первых, это происходит в течение достаточно длительного периода А во-вторых, все это забывается и люди не обращаются к русским новостям Как к источнику знаний о ситуации Как к источнику правильных оценок Которые можно использовать в дальнейшем в полемике Или просто положить себе в голову И знать о том, как надо оценивать то или иное событие В связи с этим я задумываюсь о том, что русские новости, видимо, как проект надо сворачивать Времена не наступили Личный опыт появился Я могу проводить такие, можно сказать, собеседования с аудиторией Скажем, раз в неделю А может быть надо перейти к тому, чтобы обсуждать ключевые вопросы раз в месяц Конечно, немаловажную роль играет отсутствие средств Те небольшие средства, которые перечисляются от поддерживающих нас людей Не покрывают, конечно, расходы И это крайне незначительные суммы Хотя для отдельного человека, может быть, они и бывают значительными Когда человек, которому, естественно, я не могу испытывать ничего, кроме благодарности Присылает 3000 рублей Это для его бюджета может быть существенно Для бюджета видеоканала это ничтожная сумма И спонсоров у нас за это время не появилось То есть для людей состоятельных, способных содержать, скажем, телеканал И платить миллионы рублей ежемесячно для того, чтобы поддерживать такие каналы В нашем секторе не образовалось Русские новости – это, конечно, уникальный проект Потому что других нет Ну, нет других таких передач, которые бы освещали русский вопрос И давали оценку текущим событиям с русской точки зрения Хотя, бесспорно, есть такие каналы, которые и более успешны И имеют большую аудиторию И могут считаться частью русского информационного пространства Но все-таки русские новости выглядят несколько иначе Они презентируют не лично меня А презентируют состояние русского движения Состояние русского общества, государства и нации в целом И это состояние мы видим катастрофическое По сути дела происходит самоликвидация Как помните, Тила Сарацин написал о Германии Германия самоликвидация Побывав на посту министра, посмотрев на все эти безобразия Он вышел в отставку и написал толстенную книгу Которая лежала в каждом немецком книжном магазине Воздействовала она на ситуацию Вот даже при таких условиях Лицо очень известное Книга расходилась очень хорошо Все знали эту книгу Воздействовала эта книга на ситуацию в Германии Я бы сказал так Не в малейшей степени Она предупредила о том, что происходит Немцы ее почитали Но политическая элита осталась при своих Ничего абсолютно не изменилось Ну да, Меркель-то потеряла авторитет Но это связано с другими вещами С общим кризисом И в общем усталостью от того, что одно и то же лицо болтается перед глазами много лет Я тоже выразил свое отношение к ситуации Показал многократно, что происходит в России Как в книгах, так и в русских новостях В видеороликах, которые снимаются В моих интервью, которые я давал другим каналам Изменило ли это что-нибудь за последние годы? Ни в малейшей степени Даже не удалось сформировать какую-то команду Которая могла бы работать как политическая группа Партия Великая Россия все еще существует Но пока в ней, сказать пока уже нельзя Уже в течение длительного времени В нее нет притока людей Нет тех, кто повседневно занимается политической деятельностью Пусть 10 минут в день, но все-таки этим занимается Их очень мало Очень мало Хотя надо сказать, что партия Великая Россия И организации, входящие в Русский национальный фронт Все-таки держат это поле Чтобы в него вновь не вползла та шпана Которая привела к кризису русского движения Сейчас она как-то попритихла Но у них всегда есть спонсоры У них есть всегда возможность Как выпрыгнуть и снова объявить Что русский это бритый придурок Который рисует у себя на теле свастики И при возможности считает верхом своих достижений Это где-нибудь зигануть на массовом шествии Вот это их уровень То есть никакой там русской идеи нет Вообще ничего русского в этом нет Во всей этой околокриминальной шпане нет ничего русского Как и окололиберальной шпане Которая может быть весьма интеллектуальной на первый взгляд Тоже нет ничего русского Это такие русскоговорящие политологи, литераторы, историки, экономисты Русскоговорящие не более того Они могут даже слово русский произносить постоянно Но это не значит для них ничего Они все равно ненавидят Россию Все равно ненавидят русских Они все равно ищут в русской истории то Почему бы им и русскую историю, и русский народ Не просто не любить, а ненавидеть И поэтому, ну какие это националисты Вот эти укробандеровцы Какое они отношение к какой нации имеют Ну только не к русской нации Какой-нибудь другой может быть имеют Или находятся вне нации, в таком конгломерате русофобов Разного свойства Русофобия оказалась значительно более заразной болезнью, чем я думал лет 10 назад Я думал, что 10 лет назад, что есть некий слой русофобов Сейчас оказывается, что русофобия разлита по русскому народу И является основной болезнью И сейчас предъявлять претензии и говорить Вот русофобы находятся во власти Недостаточно Русофоб находится в каждом из русских людей Ну в подавляющем большинстве Русофобия выражается в отрицании русской истории В предъявлении претензий Давно уже умершим людям Которые составили славу нашего отечества В прославлении подонков типа Сталина Ну кто-то Сталина, кто-то Гитлер прославляет Это на одном уровне живодерства в отношении русского народа Некоторые прославляют Путина Такое же живодерство Если человек является сторонником Путина Он как русский человек, конечно же, умирает Есть полно всяких демократов Которые считают, например, себя православными людьми Я тут в одном православном чате пообщался, ужаснулся Там православия нет вообще никакого Но люди считают себя православными Растирают розовые слюни Друг друга благословляют и за все прощают Но православия там никакого нет И если для православного человека слово национализм является отталкивающим То, конечно, он никакой не православный Он абсолютно непросвещенный человек И все русское в себе он убил Также и среди монархистов Среди монархистов есть и либералы, и поклонники Путина И вообще черт знает еще что И все время критикуют Наталью Поклонскую за то, что она выступила против Матильды Ну, так скажем, Матильда это такая политическая партия незарегистрированная Причем составленная в основном из представителей определенного народа Которую я называть не буду, потому что за это сажают в тюрьму Вот два приговора у нас за это есть в последнее время А на самом деле их гораздо больше Но таких резонансных дел Это дополнительный срок к тому бесконечному сроку Который уже почти отсидел в тюрьме Владимир Васильевич Квачков И полтора года реального срока Юрию Якишеву, его соратнику И моему товарищу, близкому другу Поклонскую критикуют за то, что она как бы вцепилась в фильм Отвратительного, мерзостного существа по фамилии Учитель Ну, конечно, он Учитель подлости и фамилия его говорящая Она сделала больше, чем все остальные монархисты Вместе взятые за весь срок существования так называемых вот этих монархистов То есть она реально пропагандирует монархию гораздо больше, чем все монархисты Вместе взятые, живущие сейчас в Российской Федерации И она при этом является реальным политиком Я не испытываю каких-либо иллюзий По должности Поклонская является путинисткой И поэтому русского там ничего нет и быть не может Рационального русского А вот чувственно в русском человеке, в русском покрове Воспитанном в русской семье Русское проявляется вот в таком, я бы сказал, иррациональном поведении Вот все рациональные монархисты оказываются совершеннейшими пустышками Они за все время существования своего, осознанно как монархистов Не провели ни единого митинга, ни единого пикета Не бы участвовали в политике Они нигде, они нигде Вот так же происходит со многими националистами Такие кухонные националисты Они нигде, они только где-нибудь в сети Там что-нибудь брякнут и все И говорят, а что же вы не объединяетесь А где же лидеры русского движения Ну где вы сами, там и все остальное Вся ситуация и находится Поэтому и наша политическая партия находится в таком кризисном, перманентно кризисном состоянии Ну нет людей, соответственно нет и деятельности Кроме того нас подавляют Мы бы деятельности какую-то осуществляли Вот в очередной раз мы подали русский национальный фронт Пять заявок в московскую мэрию на каждый день И нам отказали каждый день в проведении митинга Как они написали, во-первых, потому что политзаключенных в Российской Федерации нет Все осужденные по уголовному кодексу А в уголовном кодексе никаких политических статей нет А во-вторых, эта площадка занята каждый день То есть каждый будний день площадка Около метро 1905 года, улица 1905 года занята каждый день Мы точно знаем, что каждый день она пуста То есть лгут совершенно нагло Вот это и есть русская новость Мы находимся под пятой патологических лжецов и негодяев И назову их снова Это мэр Собянин, который устроил на работу вот всю эту нечисть, всю эту сволочь, которая толпится вокруг него Я уже не говорю о том, что это патологически тупица То, что он делает в Москве, оно уже вызывает тошноту Ну практически у всех коренных москвичей И его избиратели это гастарбайтеры, которых он сюда привез Хотя в свою избирательную кампанию он объявил, что он разрешит проблему миграции Ложь он ничего не разрешил, наоборот он ее усугубил Как может находиться у власти патологический лжец и патологический тупица Который просто в топку бросает колоссальные деньги И с помощью которых мог бы просто поднять Москву здесь Построить работающие предприятия Создать нормально действующую систему здравоохранения Нормальную систему образования Все абсолютно разрушено Все Ну это прототип Путина Вот Путин там выше, а этот здесь Вот такой же тупица и негодяй Второй это его заместитель, вице-мэр Горбенко Хотя мы никакого вице-мэра естественно не выбирали И никакого вице-мэра просто быть не может Ни по конституционным нормам, ни по законам Просто придумали такую должность Вице-мэр Их там кажется не одна штука, а много Но вот один из этих подлецов это господин Горбенко На него постоянно ссылается, присылая нам отказы Человек по фамилии Олейник Человек без биографии Вышедший из предательской структуры ФСБ Как я понимаю он работал именно там В ментовке, в ФСБ Теперь он занимается вопросом безопасности в городе Москва В чем его занятие безопасностью состоит? В том, чтобы мешать нам осуществлять те нормы, которые объявлены Конституцией Но они клянутся над этой Конституцией, Путин клянется Они все считают себя воплощением закона Реально они никакой закон не собираются соблюдать Они собираются нас унижать и подавлять Собянин, Горбенко, от его имени действует Олейник А непосредственным начальником Олейника является Черников Тоже человек вообще ниоткуда взявшийся Поставленный на должность начальника департамента региональной безопасности города Москва Кто такой господин Черников? Какой-то проходимец Просто человек, которого взяли откуда-то из структур Не имеющих никакого отношения ни к городскому управлению Ни к вопросам безопасности Ни к общественной деятельности Он занимается этими вопросами Вот как он занимается Мы увидели во время беспорядков Которые были организованы для возбуждения ненависти мусульман Ко всей российской государственности И к русским людям И вообще ко всем людям То есть человеконенавистнический замысел Был реализован в некоем акте публичной активности Причем если мы, русские люди, проявляем публичную активность То мы оказываемся за решеткой В данном случае так нежно отнеслись к вот этим мусульманам-экстремистам Экстремизм там просто лезет из всех щелей Я убедился в этом, когда посмотрел на канале Нейромир Прямой эфир и там брали интервью у некоторых этих людей Которые там скопились у посольства Ньянмы Эти люди, несомненно, являются экстремистами В том смысле, что это прототип исламского государства На территории Российской Федерации Причем эти люди абсолютно убеждены, что в России уже большинство исламское И осталось только подвинуть неисламскую власть и заселить ее исламистами То есть исламизировать Россию уже и с точки зрения государственной службы Они в этом абсолютно убеждены И они абсолютно убеждены, что та информация, которую представили в этой массовке Является абсолютно достоверной, что там жуткий геноцид Там 2000 человек убитых, там электрошокером убили мальчика двухлетнего Ну такая развесистая клюква, которая была использована Вы знаете, множество событий происходит в мире И колоссальный геноцид с миллионными жертвами, скажем там, в Африке происходит Никто на это не обращает внимания И на то, что в Мьянме произошло, тоже никто не обратил внимания Но какому-то политтехнологу это понадобилось И в Москве уже есть достаточно разветвленная массовка Которая создаст исламское государство У нас оно фактически уже есть И когда мы видим полное непротивление властей к тому, чтобы организовывать беспорядки в Курбан-Байрам Который они теперь праздновали 1 сентября Мешая Дню Знаний и вытесняя День Знаний из нашей практики Это тоже крайне деструктивная деятельность Отметить религиозный праздник можно по-разному В одном из своих выступлений я об этом сказал Надо идти в мечеть мусульманину в этот день Надо Но не обязательно Не обязательно Не помрет ислам от того, что кто-то останется в этот день дома Нет, это политическое действие Вот это сотня тысяч Или там оценивают в 200 тысяч Мусульман, которые собрались в одном месте У них создается ощущение Причем там приходят, заметьте, только мужчины В основном это молодые мужчины 200 тысяч человек, собравшихся вместе, это армия Или политическая партия, готовая к действию Вот так у них происходит Исламское вероисповедание Приводит к тому, что Исламисты, их именно так и надо называть Уже формируются в мощную политическую силу Она имеет своих лоббистов В регионах, которые отданы на откуп исламистам В структурах государственной власти В высшей государственной власти Где они приняты как добрые друзья Фактически уже Произошло проникновение Радикального ислама В структуру государственной власти И это один из факторов, почему К мусульманам относятся весьма нежно А русское движение подавляют самым грубым образом Вот я читаю по поводу этого господина Черникова В мэрии Москвы прокомментировали резонансную Несогласованную акцию в центре Москвы Где сотни мусульман вышли к посольству Мьянмы Поддержать единоверцев Руководитель департамента региональной безопасности И противодействия коррупции столицы Владимир Черников Заметил, что нарушений там нет Просто люди выращают эмоции Вот когда мы выходим на какую-нибудь акцию Мы тоже выражаем эмоции Мы ненавидим эту власть Русскому человеку положено эту власть ненавидеть Потому что это власть наших самых закоренелых врагов Уничтожение этой власти Замена ее на русскую национальную власть Сохранение, восстановление российской государственности Должно быть повседневной заботой русского человека Даже если он не делает ничего Он хотя бы думать об этом должен А если он говорит на этот счет что-то Разговаривает о политике Это является главной темой Главной темой вопрос о существовании России Как государства Русского народа Как исторического народа А не какой-то там диаспоры Рассеянной по стране Вот Черников заявил, что обстановка спокойная И находится под контролем Митингующие не предпринимают никаких противоправных действий Мусульмане выступают в защиту единоверцев Притеснение которых вянами в последнюю неделю августа Перешло в истребление Ну так пишет информационное агентство В полном объеме обеспечивается безопасность Люди выражают свои эмоции Но никаких плакатов и противоправных действий нет Ситуация находится под контролем Если участники будут нарушать порядок И совершать противоправные действия Мы со своей стороны тоже что-то предпримем Заявил Черников И ничего они не предприняли Ну только на следующий день Когда на то же место пришло два десятка человек Они их так мирно, очень нежно Даже тех, кто сопротивлялся и вырывался Припроводили полицейский автобус Куда-то отвезли Ну как это у них обычно принято Подержать до вечера, без протокола выпустить Тоже беззаконие В отношении русских оно предпринимается всегда А здесь избирательно Вот если несколько сот человек Ну зачем же, они эмоции просто выражают А собралось десять человек Ну тогда их можно и задержать Вот такая подлая власть Установилась в Российской Федерации И в Москве Конечно, эта власть для нас абсолютно чужая И если кто-то пошел на выборы 10 сентября Я уже снимаю этот ролик 11 сентября Это соучастие в преступлении Соучастие в преступлении Кто-то говорит Нет, ну если же мы У них же и цель такая Чтобы поменьше русских людей пришло И пусть тогда муниципальные депутаты пройдут только не русские Или только люди там либеральных или левых взглядов Вот давайте все-таки пойдем на выборы И кого-то там хотя бы кого-то поддержим Это бесполезная и даже вредная деятельность Потому что она отвлекает от основной деятельности На этих выборах, конечно, не может пройти в органы власти Ни один порядочный человек Так устроена система В какую-то щель, может быть, отдельные люди и проскользнули Помогать им в этом Для чего? Для того, чтобы они растворились в этой подлой системе Любое депутатство сейчас Это отказ от деятельности в поддержку русских людей Любое депутатство Поэтому так мы и должны рассматривать Любые выборы для нас Это умерщвление России, русского движения в частности Кроме тех выборов, на которых мы все-таки пытаемся сформировать Какую-то политическую среду Какой-то политический блок И пытаемся сломить эту систему Потому что она уже к этому готова Ненависть к путинизму уже перешла определенную грань Но она возникла просто от усталости Ну сколько можно сидеть на этом месте? Ну просто уже надоело Просто уже... Мы тоже как-то уже выходили на шествие с плакатом Достали, достали, надоели И претензии предъявляются не к существу дела Потому что мы живем в обстановке катастрофы Просто национальной катастрофы Но люди этого не видят В повседневной жизни у них еще терпимо Хотя для некоторых уже нестерпимо У нас десятки миллионов Не могу сказать точно сколько Там официальная статистика Около 20 миллионов Ну просто нищих, кто живет ниже прожиточного минимума То есть ниже вообще какого-либо стандарта Даже этот стандарт нищенский Практически это означает, что людям хватает только на самую дешевую еду 20 миллионов человек по официальной статистике Я думаю реально не меньше 50 миллионов человек То есть треть граждан, можно сказать Половина взрослого населения Живет в условиях абсолютной нищеты Остальные тоже стремительно нищают Ну конечно олигархи стремительно богатеют Поэтому средние цифры остаются Так что Путин все время может сказать Ну мы уже перешли к позитивной динамике в экономике Ну да, у вас какая-то позитивная динамика То есть вы продолжаете грабить нашу страну интенсивнее А у нас, у граждан России наоборот идет продолжение падения уровня жизни Который и так-то был невелик, невысок А сейчас мы на уровне африканской страны какой-нибудь То есть сейчас многие африканские страны С подушевым доходом выше, чем в Российской Федерации Хотя казалось, что Советский Союз оторвался от африканских стран настолько Что уже они никогда не догонят Вот сейчас Российскую Федерацию догнали и перегнали Многие африканские и азиатские страны Которые считались странами третьего мира Российская Федерация это уже страна И не государство уже давно Страна вне какого-либо мира Потому что здесь еще и демографический коллапс То есть все вымирает Вымирает экономика, вымирают все социальные системы Все умирает И у нас только Путин убежден в том, что в стране все в порядке Я думаю, что он уже сошел с ума давно Поэтому он так и говорит с такой уверенностью, таким опломом И, кстати, кто надеется, что Путин уйдет Сильно ошибается Никуда он не уйдет Уйдет со своего поста только вперед ногами Это абсолютно точно Посмотрите на его самодовольную физиономию В стране катастрофа у него самодовольная физиономия Собой он очень доволен Страной, народом, своим подчиненными он может быть недоволен Но считает, что результаты его деятельности просто какие-то феноменальные Он крупнейший вообще деятель в истории начавшегося уже довольно давно 21 века Вот такой человек Никогда он не уйдет Он готов уничтожить миллионы людей А уже уничтожил Уже уничтожил В войнах против собственного народа Вот теми методами, которые он действует Они не требуют применения огнестрельного оружия и массовых казней Но если понадобится, он на это пойдет Он такой человек, понимаете Для него личная амбиция превышает ценность жизни вообще всех людей на планете Опасное существо Поэтому не знаю, к кому обратиться Обратиться к кому-то, кто там рядом ходит Ребята, его давно надо повязать и убрать куда-нибудь от рычагов власти Потому что все, что он делает, это тотальный деструктив Тотальный деструктив Вот тут прочитал мне, тесть принес газету «Московский комсомолец» И там статья Минкина о Вадиме Туманове Сейчас я думаю, что большинство уже забыло о нем А на самом деле, вот такие люди были надеждой нашей страны Если бы такие люди, как Вадим Туманов Выдвигались бы в органы власти, в руководство экономикой То Советский Союз не погиб бы Он стремительно увеличил бы свой экономический потенциал И всякие глупости, которые творили коммунистические догматики Были бы преодолены Если бы этот человек в так называемой новой демократической России Получил бы пост, например, премьер-министра Или хотя бы министра То, скорее всего, тоже не произошло бы тех безобразий Которые произошли при Ельцине Он, может быть, и сейчас чего-то стоит Хотя ему уже 90 лет Вот я считаю, что русские предали этого человека Предали Они не поддержали его Впрочем, и он обратился не к русским людям Не в русское движение пошел А пошел к Лужкову, где я его видел Единственный раз с ним встречался Но тогда я был еще очень молодым человеком И просто присутствовал при беседе Лужкова и Туманова Вот такой вот эпизод у меня в жизни был И если бы Лужков назначил Туманова Главой правительства Москвы Или хотя бы отдал ему какой-то сектор деятельности Ну, хотя бы строительство тех же дорог Которыми Туманов тогда занимался Была бы принципиально иная ситуация Но Лужкову это было не нужно Затея Лужкова была масштабнейшее воровство Ну, так же, как и Путина Самое масштабнейшее воровство Вообще в истории человечества происходит Сейчас в Российской Федерации Такого нет нигде Так грабить свою страну Еще ни одна власть не рисковала И так раболепно относиться к этой власти Как относится русский народ к этой власти Прецедентов подобная ситуация не имеет Я думаю, что же это случилось с русским народом Который отвергает людей типа Вадима Туманова Много талантливых людей в русском народе Но как будто действительно нет не только пророка в своем отечестве А почему-то надо быть рабами у людей абсолютно чуждых Мировоззренчески, ментально абсолютно противных Всякой русской идее, русской культуре, русской истории Почему-то те люди, которые стремятся к пользе отечества Русскими людьми не поддерживаются вообще Они их просто даже и не знают Я вот говорю Вадим Туманов и думаю А сколько из тех, кто смотрит русские новости Вообще помнит, кто такой Вадим Туманов? И я думаю, что, наверное, не помнят 90% 90% не помнят Подобное же беспамятство относится на широкий круг русских талантов Которые просто загублены этой системой А русским народам преданы Вот это предательство Можно говорить о большевиках О коммунистических руководителях безмозглых О нынешних безмозглых руководителей Ну а русские-то где? Где русские? Почему они не объединяются вокруг тех талантов Которыми русский народ еще богат? Почему они не знают ничего о них? Не читают книг, не слушают музыку Выдающихся русских творцов Не ходят на выставки Вот сейчас посмотрел, но это просто ужас какой-то Кто возглавляет нас Третьяковскую галерею? Ну это явно просто антирусская жаба какая-то Которая устраивает там перформансы просто шизофренические Там люди приходят и в залах, где выдающиеся шедевры русской культуры выставлены Валяются на полу Это у них вот что-то такое Они считают, что это какое-то явление искусства Мне кажется, что одного этого факта достаточно, чтобы уволить и даже уголовное дело возбудить осквернение национальных святынь Вот что это такое У нас это в порядке вещей, понимаете? Вот таких людей ставят и на руководство культуры Науки, культуры Кто такой Мединский? Кто такой Мединский? Один раз я на съемках телепередачи с ним повстречался И как ни странно, эта передача была о монархии И Мединский был абсолютным монархистом И моя еще беседа вне эфира с ним показала, что как-то нет различия во взглядах Боже мой, это русские националисты Он потому только не русский националист Что он верит в Путина Ну, может, по должности он верит в Путина Тогда он еще не был министром А сейчас во что он верит? Сейчас уже какой монархист? Это просто какая-то гнида Это просто нечисть, которая вписалась в ту нечестивую систему, куда его приняли Наверное, он таким и был Поэтому тот разговор о монархии, который между нами состоялся несколько лет назад Ну, просто был обманом Просто, может быть, Мединский сам себя обманывал Но он вошел вот в эту среду Нерусскую и антирусскую И вписался вот в ту партию-национальность Такая вот партийная национальность Не подумайте, что это евреи Это не евреи, это слово не подходит Поэтому пока не буду говорить Потом скажу, но уж в одной передаче и много Потому что это русская литературная норма Вот такие люди у нас входят во власть Которые готовы просто все сдать Все сдать Вот все, что у них было Боже мой Какое бесстыдное отношение к своей культурной природе Какое нелепое предательство своего народа и своего государства И этих примеров очень много Не просто много А каждый из тех, кто идет служить этому поганому режиму Превращается вот в эту нечисть В человека без чести, без совести Который готов нарушать закон Любой закон, если начальство поручит Который готов подлечить, обманывать Ну вот мне судья Склискова из Владивостока Прислал абсолютно лживую бумагу Еще знаете так Мне возвратили апелляционную жалобу А на самом деле возвратили копию Вот как относиться к этой системе Она лжива насквозь И жаловаться куда-то, писать письма, требовать Бессмысленно Система лжива насквозь Вот эти Собянин, Черников, Олейников Вся вот эта нечисть, которая мешает нам Осуществлять свои права по проведению публичных акций Митингов, шествий Они абсолютные лжецы, абсолютные негодяи То есть это уже такие рафинированные формы Если идешь служить путинскому режиму То ты непременно превратишься в образец негодяйства Потому что как только граждане к тебе обратятся За осуществлением своих прав Ты непременно сделаешь какой-нибудь негодяйский поступок Русское движение, конечно, находится в кризисе И сейчас, когда идет формирование корпуса народных лидеров Это вот инициатива Русского национального фронта Поддержанная постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил Мы вынуждены работать с теми, кто есть И когда говорят Ну, а что такие лидеры-то у вас так как-то подмоченные Как-то неоднозначные Я говорю, может быть вы вот Как-то себя, свой талант зарыли Может быть вы вот, кто с такими претензиями обращается В лидеры бы вышли И все правильно бы сделали А что вы под кустом где-то сидите Прячетесь и оттуда Вышептываете свои негативные оценки Да я могу сто таких негативных оценок дать Ну, в отношении Любого маломальски известного политика В том числе и в русском движении И к себе готов воспринять Все те негативные оценки Которые имеются Хотя, когда я вижу эти оценки Я иногда думаю Где человек лет 10 болтался Он вообще ничего не слышал, не знает И мне вот беспрерывные претензии А что вы поддерживаете этих гагенцоллернов? Я говорю, вы с ума сошли что ли? Где вы находились в течение всего этого времени И в этом, и вот сейчас непосредственно Я уже все разъяснения на этот счет дал Там в книжках дал, в статьях В видеороликах Вы нигде И каждый раз появляется какой-нибудь человек Со снесенным мозгом Который мне говорит А что вы поддерживаете гагенцоллернов? Да нет никаких гагенцоллернов Есть потомки рода Романовых Которые имеют права на российский престол Или не имеют права на российский престол Никаких гагенцоллернов на российский престол не претендует Только Романова Других нету Одних я поддерживаю, других не поддерживаю Я поддерживаю только тех, чьи права считаю законными Сейчас это право Николая Кирилловича Романова, Карла и Михаила Ленингенского по рождению, а по крещению во Христа Николая Кирилловича. Вот его я поддерживаю. Гогенцоллернов там нет. Да, Ленингены, конечно, да. Все правящие дома в Европе и в России заключали династические, междинастические браки. И говорить о том, что каким-то образом у нас претенденты на престол Гогенцоллерны, ну это надо быть полным идиотом. Вот эта идиотизация русских мозгов, ну это просто какая-то катастрофа. Люди постоянно высказываются о том, в чем они вообще ничего не понимают. Даже люди, которые обличены высоким уровнем образования и каким-нибудь профессорским статусом иногда начинают такую хинею нести, скажем, даже изучая историю 19 века, они пишут про Россию такие гадости, просто невозможно это читать или слышать. И вот с одним таким профессором я некоторое время назад прервал отношения именно потому, что при том, что он как бы в текущей политике высказывался как националист, а в отношении русской истории оказался просто русофобом. Вот, ну немножко о других новостях. Оскорбляющий идиотизм Министерства культуры Мединского начала кампанию по полному запрету в России нацистской свастике. В письме заместителя министра культуры Сергея Обрывалина, Обрывалин, это такой вот заместитель министра, говорящие какие-то фамилии постоянно возникают. Горбенко, вот этот вид СМР, ну горбатый, морально горбатый человек, да, вот сломано у него все, что только можно в душе. В соответствии со статьей 6 федерального закона об уковечивании победы советского народа и так далее в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющий многонациональный народ и память о понесенном в Великой Отечественной войне жертвах. Кого оскорбляет? Ну скажем, покажите кого, кто вот оскорблен классическими советскими фильмами. Позиция министерства состоит в том, чтобы заставить в обязательном порядке ретушировать изображение свастики во всех фильмах о Великой Отечественной войне. Под топор Минкульта может попасть и классика советского кинематографа, 18-го года весны, обыкновенный фашизм, щиты меча, они сражались за Родину и так далее. Кстати, они сражались за Родину, что-то я там не помню, чтобы где-то свастика демонстрировалась. Они утверждают нацизм другой нации, без свастики, но это нацизм. Как я уже сказал, есть национальность, не нации, неправильно называть, национальность и репартия со своей Матильдой. Это вот их кредо, заявленное публично. И они порабощают нас, русских людей, которых к свастике относятся спокойно. Да, это символ врага. Ну, нам не страшно, нам не колют глаза, символ врага. Нам враги ненавистны. А их символика, ну, ради бога, они ей обозначают себя. И ради бога. И вот мы видим, что... А эти обозначают себя Матильдой. Я хочу тоже сделать заявление. Люди, которые считают, что Матильду надо демонстрировать в российском кинематографе, меня как собеседники, а тем более товарищи, друзья и соратники, абсолютно не интересуют. Если какой-то экстравагантный господин, считающий себя русским, считающий себя представителем русского движения или даже монархистом, считает для себя необходимым пойти и посмотреть фильм Матильда, мне он не интересен и будет удален из всех страниц социальной группы, где я присутствую, и больше я с ним общаться никогда не стану. Я знаю таких людей, просто вот делаю такое превентивное заявление, как я ненавижу путинистов, не хочу с ними общаться, как вот этих псевдоязычников, тупиц и негодяев, которые то и дело появляются, заходят у меня на страницы. Я не хочу их видеть, не хочу с ними ни о чем разговаривать, считаю их полной нерусью. Вот и тех, кто пойдет на фильм Матильда, я считаю нерусью людьми, которые предали русский народ и отреклись от русского имени. И для меня они просто русскоговорящие россияне. А с такими людьми я общаться не намерен, и не считаю их ни своими, ни потенциальными, ни реальными соратниками, или друзьями, или просто даже приятелями. Украденный триллион, но об этом уже говорилось, и новость такая уже не свежая, но она как-то постоянно должна быть в мозгах. Граждане России держат в офшорах неучтенные средства эквивалентно 75% национального дохода. Это был доклад Американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований. Согласно базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 75% национального дохода. Так говорится в докладе. По данным Росстата, валовый национальный доход в 2015 году превысил 81 триллион рублей. Таким образом, сумма в офшорных капиталах втрое превосходит официально заявленные валютные резервы. В целом, по методике авторов доклада, выходит, что россияне держат примерно половину активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах. Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 90-м, 2015-м годах исключительно высоки. По крайней мере, 200% национального дохода России. То есть, это получается 160 триллионов рублей. Ну, скажем так, если при курсе 60, то 3 триллиона долларов. 3 триллиона долларов – это уворованные и спрятанные ворами деньги. Это путинское кубло, это путинская шайка грабителей. И лично у Путина, записанные, конечно, на других людей, состояние, его воровское состояние, конечно, состоит из десятков миллиардов долларов. Это самый крупный вор в истории человечества. Еще раз подчеркиваю, Путин – самый фантастический вор в истории человечества. И все это происходит в России. И русскому народу до фени. Просто до фени. Потому что русский народ не ищет и не ждет никакого спасителя. И не желает спасаться. В такой ситуации мы живем. Поэтому я задумываюсь, а для кого я делаю русские новости? Для развлечения, что ли? Для развлечения публики, которая поглазеет на это, посмотрит из часовой передачи 10 минут, скажет, да, 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 все, мы и так уже знаем, и забудет все, что услышали, все, что узнали. Потому что не знают ничего. Тотальное невежество. Нет знаний, нет рассудка, нет и совести. Не на чем вырасти этой совести. Вот только на инстинкте, как у Полонской. Вот есть инстинктивное ощущение неправоты, неправды какой-то. Вот и тогда русский человек начинает реагировать. Но этого мало. Народы, которые на уровне инстинкта действуют, лишаются своей государственности. Вот мы, русские, лишены своей государственности. Сначала на территории Российской империи, русского национального государства, создали не русское государство, большевистское. А теперь вовсе это не государство, а проходной двор для всякого рода негодяев. Три триллиона долларов, то, что украдено, это еще не все. Это только вершина айсберга. Грабеж на самом деле просто чудовищный. И то, что пока еще записано за Российской Федерацией, на самом деле находится в пользовании частных лиц. И мы вообще здесь никто, мы здесь рабы. Хотите быть рабами? Не хотите быть рабами, тогда включайтесь в русское движение или хотя бы хоть как-то помогайте ему. Потому что абсолютно преданы и забыты. Все, кто борется с этим режимом, преданы и забыты. И вот толпа там бродит вокруг Навального, так немножко там, как курам мусора насорили, они ходят и клюют этот мусор вокруг Навального. Или какой-нибудь появляется типаж того же сорта, типа Мальцева. И вот побежали туда все эти куры, у которых мозг с горошину или даже с печечную головку. А что, других людей у нас нет, более разумных и рассудочных, которые все-таки понимают, что творится в России и понимают, что без русского национализма, без русской национальной идеи вообще никакого спасения нет. Это единственный рецепт спасения русский национализм. Почему же вы не в русском движении, если вы знаете об этом? Если вы знаете, что основа русского мирозрения, это русская культура, она абсолютно национальна. Русская государственность, которой тысячу лет, не считаем Советский Союз русской государственностью, тысячу лет. И есть свои традиции, есть пады, падения, свои уроки. И русскую историю надо знать и уважать, и понимать, что там были и триумфы, и трагедии. А сейчас самая большая трагедия, потому что нет русского государства. Нет вообще никакого государства на территории Эрефии, так называемой. Это страна теперь такая Эрефия, уже это не Россия. Россия в прошлом, мы только вспоминаем о ее величии. Но может быть мы захотим его как-то восстановить. Вернемся к этому докладу. Каждый год на протяжении более чем 30 лет российская экономика экспортировала на 10% своего ежегодного производства, больше чем импортировала. Учитывая, что изначальная финансовая позиция страны была в 1990 году близка к нулю. Очень мало иностранных активов и очень мало иностранного долга. Это должно было привести к масштабному накоплению иностранных активов российскими резидентами. Правительство, домохозяйство и корпорации. Так объясняют аналитики. Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низкие. Около 25% национального дохода. Пишут американские исследователи. И делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах. Ну, то есть, это оценка такая, естественно, спрятанная. Помните, там Путин как-то сказал, это уже давно было. Вы выводите свои активы из офшоров, замучаетесь пыль глотать. То есть, это он так угрожал олигархам. На самом деле, это был сигнал к тому, чтобы прятать. Все попрятали. Большую часть активов, вывезенных за рубеж, они спрятали. Авторы доклада также оценивают очень высокий уровень неравенства в России, учитывая, что хранение средств в офшорах доступно почти исключительно богатым россиянам. Эксперты считают, что хотя верхние категории по доходам в России даже выше, чем в США, экономическое неравенство растет даже быстрее, чем в Китае, не говоря о других бывших социалистических странах, по их мнению. Выходит, что наиболее богатые 10% россиян владеют примерно 45% национального дохода, а супербогатые 1% примерно 20% национального дохода. Средние 40% граждан владеют примерно 40% тем, чем и положено владеть. А наиболее бедные 50% лишь 18% национального дохода. То есть примерно 50% граждан это абсолютно нищие, абсолютный изгои в обществе россиян. Вот россияне и вот та партия, партия-национальность, вот они владеют здесь всем, а половина русского народа просто превращена в нищих. Ну те, кто не нищие, тоже рабы, они просто считают себя как-то несколько выше других, потому что получают больше. На самом деле они такие же рабы, просто высокооплачиваемые проституты. МВД объявило награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Драчева. Тему вроде уже обсуждали, надо просто запомнить фамилию этого негодяя, который убил человека, убил, в общем, прославленного спортсмена. И не только он там, тренер, родители, окружающая среда, банды, в которые он входил. Вот все вокруг, включая его сотоварищей, соподельников, которые присутствовали при убийстве. Это Алаверханов Анар Алияр Аглы, 92-го года рождения, уроженец Амурской области Хабаровского края. Я считаю, что этот человек должен быть повешен на главной площади Хабаровска, там, где он совершил преступление. Нет у нас, к сожалению, сейчас в законе такого рода смертной казни, но она является традиционной, традиционной позорной смертью на глазах у людей. Это нормально, это должно быть нормой. Подобных выродков надо вешать. А рядом на цепочке прицеплять, чтобы стояли в течение нескольких суток на коленях, родителей, тренера этого негодяя, его приятели, которые присутствовали, а потом тоже для них уголовное наказание и так далее. Позорная казнь для выродков должна быть. Ее сейчас нет. Ну, собственно, у нас Путин амнистировал, многократно амнистировал чеченских бандитов, головорезов, убийц, и одного из убийц поставил руководить Чечнёй, откуда были изгнаны 300 тысяч русских, напомню ещё раз, и 50 тысяч просто убито на месте, прямо там вырезано. Вот там была ужасная смерть, причинённая особо изощрёнными методами. Этого простить нельзя. Если русские этого простили, это забыли, то они просто уже никакие не русские. Это надо помнить. Мы должны это помнить, и мы должны отомстить. Самым жестоким образом. Самым жестоким образом. Ещё раз говорю. Если мы этого не сделаем, я не говорю, что надо мстить женщинам, детям и так далее. Эти вот мусульмане, собравшиеся в центре Москвы, они как раз говорили, там убивают женщин, детей, а мы, мусульмане, никогда врёте вы, собаки. Врёте вы, собаки. Я не к верующим в Аллаха, а к тем, кого я называю исламисты. Исламисты. То есть те, кто политизировали свою веру до того, что стали врагами России, врагами русского народа. Но, кстати, ни одного мусульманина к русскому движению не примыкает. Ни с одной исламской организацией русское движение не имеет никаких контактов. Они, мусульманские структуры, имеют контакты только с властями. Вот это их союзники. Поэтому у нас на сегодняшний день среди верующих в Аллаха друзей, приятелей и вообще каких-либо симпатизантов просто не существует. Просто не существует. И вообще союзников у русских среди других национальностей, не наций, конечно, а национальности, проживающих в России, нет. И надеяться на это невозможно. Хотя в былые времена, в период Российской империи, в русском государстве почиталось за честь и быть под покровительством белого царя, почиталось за огромный успех. Об этом хорошо знали и кавказские народы, и азиатские народы, и народы Сибири. А теперь они нас ненавидят. Нас, русских, они в подавляющем большинстве ненавидят. Это у нас только разговор такой. Давайте вернемся в СССР, мы там все были братьями. Это вранье. Коммунистическое вранье о дружбе народов. Не было такого. Мы должны отомстить тем, кто организовал геноцид в Чечне, кто убил 50 тысяч и изгнал 300 тысяч. В основном русских людей, не только русских, вообще всех не чеченцев оттуда изгнали. Я знаю, что негодяи, которые сплотились вокруг Рамзана Кадырова и его агентура в Кремле, за эти слова готовы будут меня растерзать. Терзайте, сволочи. Вот я не сдаюсь, я не сдамся ни под каким видом. Я буду утверждать, что за геноцид преступники должны понести наказание. Не вопрос. Я не говорю о том, что нужно всех подряд репрессировать. Но репрессировать необходимо тех, кто совершил преступление. А Чечню просто ликвидировать как субъект федерации. Это относится не к чеченцам. У нас в каждой республике могут жить и должны иметь равные права по конституции представители любой национальности. Равенство прав граждан у нас зафиксировано в основном законе в конституции. Сейчас судья Сколескова во Владивостоке приняла решение, конечно, по наущению руководителя Приморского ФСБ, руководителя Приморской прокуратуры. Именно они инициировали это дело. Он утверждает, что фраза о ликвидации, предложение о ликвидации Чеченской республики является возбуждением розни к чеченской национальности. Ничего не возбуждено. Уже все возбуждено. Уже все возбуждено. С чеченцами рядом жить не хочет ни один вменяемый русский человек. Все уже возбуждено. А Чеченская республика не является принадлежностью чеченского народа. И эту территорию никто чеченцам как народу не дарил. И по законодательству это не так. Но судья Сколескова и вот эти структуры, так называемые силовики Приморского края считают, что это не так. Они считают, что Чечня должна принадлежать только чеченцам. Чечня для чеченцев. Это сепаратизм. Направил я по этому поводу в ФСБ, главе ФСБ Бортникову заявление. Никакого ответа я не получил. Из чего я вывожу, что ФСБ является организатором разрушения Российской Федерации даже этого недоделанного негосударства. То есть все государственные формы подлежат сносу. Чечня для чеченцев. Это утверждает Краевая Приморская прокуратура, Краевое ФСБ и судебная система в лице мадам Сколесковой. Вот такая ситуация. И вот к этому же, к чеченскому вопросу. Он крайне остро стоит. Самый острый вопрос, конечно, русский. Русские, правда, этого не понимают. А вот чеченцы понимают, что чеченский вопрос один из острых. Поэтому соучаствуют в организации репрессий. Вот против меня лично и против тех русских, которые помнят и не прощают геноцид, осуществленный в отношении русского народа в Чечне. Бывший сенатор и основатель ассоциации Аванти Амар Джабраилов ночью был доставлен в отделение полиции после стрельбы в отеле Four Seasons. Бывшая гостиница Москва, улица Охотный ряд, дом 2. Да, вот никто, говорили, что восстанавливают гостиницу Москва. Она уже Four Seasons. Никакая не гостиница Москва. То есть построили это угробище сталинское заново. Просто ровно по тем чертежам, по которым она строилась в сталинские времена. На века построили этого урода усилиями Лужкова. Ну, тоже это просто символическое сквернение Москвы. И вот в этом Four Seasons, бывшая гостиница Москва, из наградного пистолета, откуда наградной пистолет Умара Джабраилова? Он что, совершал какие-то воинские подвиги? Он служил в какой-то силовой структуре и там чем-то прославился? И помимо наград ему еще нужен пистолет. Откуда он взялся? Скорее всего, это Рамзан Кадырова, который грабителям, убийцам, негодяям раздает наградное оружие. Каким-то образом у него это право образовалось. Кто ему предоставил это право? Владимир Путин. Поэтому, если в вас стрельнут из наградного оружия какой-нибудь подонок, скажите спасибо Владимиру Путину. Спасибо, конечно, в кавычках. Он прямой соучастник вот этого преступления. И оказалось, что некогда представляющий Чечню в Совете Федерации Марк Джабраилов, решил пострелять, потому что был недоволен уровнем обслуживания. И есть повод напомнить, что в середине 1996 года американский бизнесмен и глава совместного предприятия «Интурист» Ред Амер гостиницы и деловой центр Пол Тейтум заявил, что господин Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей совместного предприятия. А в ноябре того же года американец был расстрелян неизвестным в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность у Мара Джабраилов к этому убийству не была доказана, однако ему был запрещен въезд в США. Ну, потому что не доказано, но всем известно. Причины есть, благоприобретатель этого убийства известен. И он был обласкан российской так называемой властью. Поэтому вот распоясался до предела, готов пострелять еще, понаделать дырок в номере, в дорогущем номере, в дорогущей гостинице, едва не убив кого-то, кто его там не так обслужил. Не тот человек пришел ему ботинки вылезать. Нас готовят помимо того, что уже превратили в рабов, и к тому, что мы стали рабами в электронном концлагере, в значительной степени он уже организован. Помните, нам обещали, ну, наверное, не помните, но скажу, что нам обещали, что никакие базы данных одних ведомств не будут переданы другим. Теперь это все перечеркнуто, теперь будет создаваться общая база данных на всех. Все, что о вас может быть известно, каждый ваш шаг будет закреплен в базе данных на вас. Там можно будет нарыть все, что угодно. Вы прекрасно знаете, что если иметь всю информацию, из нее можно отобрать ту, которую нужно представить. И любого человека можно будет представить как конченого подонка. Вот нас всех превращают в конченых подонков. Еще будут ввести все эти базы данных таким способом, чтобы из них невозможно было ничего изъять. Вот полная база данных. Они будут закрыты, конечно, для повседневного пользования посторонними людьми. Но так называемые силовые структуры, власти, так называемые судебные, какие угодно, будут выщипывать оттуда все, что им вздумается. И будут каждого человека представлять конченным негодяем. Хотя сами они являются конченными негодяями. Они об этом будут знать тоже очень хорошо, потому что собственные базы данных тоже будут ввести. А может быть и нет, кстати. Может быть будут у нас среди равных еще более равные, которым будет позволено редактировать. Вот путинская биография отредактирована. У него же нет биографии, вообще нулевая биография. Это конченый подонок, которому сделали чистую биографию. Мы переписали школьные журналы, ну ни одного человека нет, кто бы с ним, вот из его прошлого продолжал же взаимодействовать. И о котором было, ну знаю только одного, Василия Шестакова, который вечный депутат, вечно где-то там болтается. Полное ничтожество, полное ничтожество. Знаю его, он был в блоке Родина, депутатом от Родины. Это ничем не замечен. Конечно, конченый единоросс. Ну все, человек продал душу дьяволу за депутатский мандат. А депутатский мандат получил за то, что был под лицом еще тогда, когда общался с Путиным, когда он был юношей. Так вот, всем этим заправляет, и инициатором всего этого безобразия является Герман Греф, невежда и инфантил. Супруга председателя Сбербанка, его супруга Германа Грефа, Яна Греф, решила, что к ее частной школе должна вести отдельную дорогу. А путь к детищу бизнес-вумен пролегает через жилые дворы москвичей, потому что частное учебное заведение принадлежит жене президента Сбербанка. Ну, здесь целая история, не буду ее повторять. Просто это говорит о том, что этим людям будет позволено все. Вот так взять и прямо через дворы проложить дорогу к своему частному предприятию. Дополнительная информация, которая тут есть в публикации к случаю, напоминает о том, что свадьба Германа Грефа в 2004 году с Яной Головиной всколыхнула в Санкт-Петербург. Врагосочетание прошло в Петеродворце, точнее в тронном зале Большого дворца. Затем новобрачные гости переместились в президентскую резиденцию на Каменном острове. Если Каменно-Островскую резиденцию при наличии некоторой суммы может арендовать каждый, то Петродворец остается закрытым даже для платежеспособных. Но вот есть особенные люди, которым дозволено пользоваться национальным достоянием России и осквернять его, как это делает Герман Греф. И это сделал во время своей свадьбы. В 2005 году он приватизировал земельный участок площадью 70 соток подмосковной деревни Гольёва. Усадьба Архангельская. Я тут недалеко живу, поэтому для меня это любопытная информация. Участок Герман Греф получил в 2001 году, будучи министром экономического развития и торговли. Причем 15 соток неимущему министру досталось бесплатно. Здорово. То есть никому бесплатно, но вот таким людям можно и бесплатно. Такова путинская Россия. В 2005 году Греф становится полноправным собственником земли в элитном районе Подмосковья. А уже в 2009 году он переводит участок в категорию для дачного строительства. Был лес 70 соток, теперь дачное строительство. Самое время прояснить. Участок Грефа – это часть сосновой рощи усадьбы Архангельская. В этой же рощи приватизировали землю простые граждане Дмитрий Козак и Михаил Мень. Тоже путинские выкормыши. Ну и о других жирных жабах, жженах жирных котов. По подсчетам Форбс в 2016 году Гульсина Мениханова заработала 2 миллиарда 300 миллионов рублей. В то время как ее муж, главный татарстанец, получил 7,5 миллионов рублей. Мениханова является одной из владелец компании «Лучано». В нее входит спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. Даже на всем этом сделать прибыль в 2 миллиарда рублей невозможно. То есть это чистое воровство с использованием должностного положения мужа. Именно поэтому у должностных лиц, вроде Путина, который от своей жены избавился, чтобы никаких слухов на этот счет не было, такие богатые жены. Вот на них переписывают основную часть уворованного у страны. Мениханов, конечно, патологический вор и патологический русофоб. И вот его доход только легальный через жену 2 миллиарда рублей в год. Вот можете прикинуть свое благосостояние, сравнить с Менихановым. Второе место в рейтинге заняло жена депутата Улан-Уденского городского совета Владимира Бреднева Раиса с доходом 1,9 миллиарда рублей. Ее муж в 2016 году заработал всего 903 миллиона рублей. Ну, тоже почти миллиард, так неплохой депутатик Улан-Уденского городского совета. На чем там можно делать деньги в Улан-Удене, знаете? Ну, наверное, на воровстве по всей стране. А так депутатствовать – это приложение. Депутатский мандат теперь – это приложение к статусу при Путине. Другой функции он не имеет, к народному представительству никакого отношения не имеет. На третьем месте жена губернатора Брянского области Александра Богомаза. Ольга с доходом 864 миллиона рублей. Для сравнения, ее муж заработал в 204 раза меньше – 3,6 миллиона рублей. Вот так губернатор переводит воровской доход на жену. Четвертой в рейтинге стала жена генерального директора Ростеха, это государственная структура, Сергея Чемизова и Екатерина Игнатова. Доход – 848 миллионов рублей. А его – 212 миллионов рублей. Тоже немало, но в 4 раза, почти, а ровно в 4 раза меньше. Замыкает пятерку лидеров жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова, которая получила 646 миллионов рублей, тогда как ее муж – 4,9 миллиона рублей. Тоже скрытый воровской доход. Список самых богатейших женщин России по версии журнала Forbes возглавила супруга бывшего мэра Юрия Лужкова. Ну, так вот получилось, я помню этот рост капитала, когда за один год с нуля до миллиарда рублей личное достояние, личное состояние Елены Батурины возросло. На каких-то там пластиковых стульях, ну попробуйте на стульях сделать миллиард рублей прибыли с нуля, не имея вообще никакого стартового капитала. Конечно, это воровство. Путин – вор, Елена Батурина – воровка. За год состояние Батурины уменьшилось на 100 миллионов рублей до миллиарда долларов. Нормально, миллиардерша на вот этих хлебах, которые предоставил Лужков, Елена Батурина стала миллиардершей в долларах. Батурина занимается развитием гостиничного бизнеса в ряде европейских стран. То есть все эти капиталы уже вывезены за рубеж. Хотите, чтобы вас грабили и дальше, вывозили все это за рубеж? Ну что ж, поддерживайте дальше Путина и наплевать на русское движение. Сейчас, может быть, последний шанс остался в последний год, два, все. Точка невозврата по многим параметрам уже пройдена. Вот последняя точка невозврата – это вопрос о восстановлении русской национальной власти – решается в ближайшие годы. Я вижу, что он не будет решен. Я верю в какое-то чудо, что оно возможно, но в Содоме и Гаморе никакого чуда быть не может. Может быть, только кара Господня. Вот она на нас обрушится, непременно обрушится. Ну, собственно, она уже обрушилась. Просто те, кто живут в аду, как-то уже пообвыклись и обустроились здесь. И нормально себя чувствуют. Вполне удобно жить рабами на чертовских сковородках. Второе место в рейтинге богатейших женщин занимает Елена Рыболовлева, которое после развода с Дмитрием Рыболовлевым, бывшим фактическим владельцем «Уралкалия», контролирующим, он был еще в 2010 году контролирующим акционером банка «Кипра», в 2011 году основным владельцем футбольного клуба «Монако». На протяжении последних лет входил в топ-20 богатейших людей России. И вот эта жена своего бывшего мужа по мировому соглашению, по суду, естественно, не российскому в Европе все это дело происходило, получила около 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии. Супруга одного из богатейших членов правительства России, Игоря Шувалова, призналась, что использует отсутствующих деклараций о доходах самолет для перевозки своих собак, и объяснила, что на международных собачьих выставках она защищает честь России. Да нет никакой чести ни у нее, ни у путинской России. Супруг-собоговладелица подозревается в неуплате налогов со своей обширной недвижимости в Австрии, Великобритании и России, а также известен своими призывами к дорогим россиянам меньше потреблять продуктов, меньше электричества, но не предавать при этом любимого президента. Понятно, что после таких деклараций безнаказанность ему гарантирована. Любой путиноид является в России совершенно свободным от исполнения закона. Журнал Форбса публикал рейтинги самых богатых российских семей, первую строчку в которой в третий раз заняла семья Гуцериевых, совокупных, ну видите, все это не русские люди, с совокупным состоянием в 9 миллиардов долларов. Совокупное состояние 10 богатейших семей за последний год увеличилось на 2 миллиарда долларов, до 27 миллиардов. Второе место в рейтинге сохранилась семья Ротенбергов, приятели, замечательные приятели Путина, совокупное состояние которой издание оценило в 4 миллиарда, 4,2 миллиарда долларов. Третье место с 2,7 миллиарда долларов заняли братья Ананьевы, представители Совета директоров Промсвязьбанка. На четвертом месте сыновья первого президента Татарстана Шаймиева, опять у нас здесь казанская мафия. И тут еще, ну это из нерусских новостей, есть такой вот театр, который надо было бы назвать Антигоголь, и там найдено воровство, и некий человек по фамилии Серебренников, явно выдуманная фамилия, из той же опять партии нации, партии национальности. Кто поддержал этого негодяя, порнографа, который пожрал примерно миллиард рублей, ну покажите театр, которому дают миллиард рублей, или вообще какую-нибудь структуру, которая не приносит дохода, вот так из нашего кармана, из бюджета вырвали миллиард рублей, отдали, ну сколько там они украли, пустяки украли, там внутренние их какие-то шашни приводят к тому, что вот из этой колоды негодяев, выхватывают какого-нибудь одного, начинают судить, и вся общественность, то, что вообще общественностью называть нельзя, абсолютно нерусская, начинает выступать в его защиту. Кто выступил? Солженицына, ну и тут говорящая фамилия, Бондарчук-младший, как-то он тоже снимает на государственные деньги всякие похабные фильмы, господин Малахов, известный шоумен, улицкая писательница, Урин, не знаю, ну это понятно, от Урины, Киркоров, ясно, Миронов, к сожалению, продавший свой талант, Калягин, которому московская власть, его собственный театр профинансировала, сделала кому он нужен, никому абсолютно не нужны такие театральные деятельные, какие-то тут Смирновы, Козловский, Дудин, Хаматова всегда подписывают все, Герман, полоумный этот, который свой последний фильм снимал лет 30, это просто снял фильм, в котором одни экскременты больше ничего не показывают, Райкин, тоже абсолютно не русский во всех отношениях человек, какие-то другие, Галкин, Рапопорт, вообще не знаю, Рапопортов и Прудпруди, не знаю, какой из них, Светлаков, тоже такой порнографический актер, которого показывают, я забыл, как это называлось, что-то сейчас в последнее время, по-моему, нет этой передачи, Наша Раша, пфу, господи, даже произносить противно, Лиза Боярская, конечно, да, Виторган, Хабенский, все не русские люди, Собчак, разумеется, Ургант, телеведущий, Сланицы, разумеется, Кудрин, входящий в круг приближенных к Путину и одновременно в эту псевдодемократическую общественную тусовку, и Титов, омбудсмен, такое он слово, черт знает что, произносить тоже его противно, якобы он защищает право предпринимателя, ну, тоже полный негодяй и русофоб, то есть защищают этого Серебренникова одни выродки, одни выродки, вот все, кто подписался, не всех знают, кто есть что, но я их и раньше выродками считал, а сейчас они просто подтвердили свое реномен, ну, и кто к этому присоединился, ну, кроме того, как плюнуть и растереть, как-то по-другому невозможно всех этих людей оценивать. Так, Варьёда управлялась, акулы стали жрать друг друга, и это нас может только радовать. АФК-системы Евтушенкова сообщает о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму эквивалентную 8,9 миллиарда рублей. Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом предлеждающих корпорации АО «Система Инвест», акции МТС, владельцы МТС должны напрячься, кто подписан на эту систему, и других структур наложенным арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска Роснефти, Башнефти и Республики Башкортостан, КФК «Система» и акционерному обществу «Система Инвест». Роснефти и Башнефт подали исковые заявления о взыскании 106 миллиардов рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже ИСЦ увеличили размер требований до 170 миллиардов рублей. В августе арбитражный суд частично удовлетворил иск Роснефти и Башнефти КФК «Система», взыскав с компанией 136 миллиардов рублей. Да чтобы сожрали эту подлую систему, правда, жрут ее подлецы, такие же негодяи, как и Евтушенков. Евтушенков – это уголовный преступник, преступным образом создана его корпорация. Опять же, это след Лужкова, это Лужковская была корпорация. Уже как-то пытались его посадить в тюрьму, даже арестовали, но откупился, я думаю, что, видимо, откупился недостаточно, поэтому надо было несколько миллиардов дать рублей взяток. Он не дал, поэтому лишился уже 136 миллиардов рублей и теперь вынужден объявить технический дефолт. Фигаро из ФСБ, Фигара здесь, Фигара там, бывший заместитель начальника управления собственной безопасности генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле главы Минэкономоразвития Уликаева, выходит на пенсию. Генерал Олег Феоктистов по сообщениям СМИ до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя управления собственной безопасности ФСБ, а затем возглавил службу безопасности Роснефти. Там, Сям, Роснефть, собственная безопасность ФСБ и стал вице-президентом компании. Это просто смеху подобно. Генерал ФСБ стал вице-президентом нефтяной компании. Они все там переженились, переплелись всеми нитями, поэтому ФСБ никакая не силовая структура. Это структура, обеспечивающая воровство Роснефти из кармана граждан. И вывоз, естественно, всего этого за рубеж. Все это курируется, сопровождается. В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу ФСБ. Можно там, можно ФСБ, можно Роснефть. Там и там, видимо, доходы одинаковые и одинаково грязные. И деятельность одинаково грязная. В первом судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении него по обвинению в вымогательстве взятки 2 миллиарда, 2 миллиона, Господи, я оговорился, а в общем разницы-то небольшой нет, у Роснефти экс-министр Улюкаев заявил, что в отношении него главой нефтяной компании Сечиным и Олегом Феоктистовым была организована провокация взятки. Ну это просто копейки, какие-то 2 миллиона, воруют миллиардами долларов, какие-то 2 миллиона в виде взятки. Конечно, это все развесистая клюква. Просто расправа. Одни акулы пожирают других, и пусть больше пусть жрут, и пусть лопнут от этого своего воровства. Ну как бы нам вот все-таки не упустить, не упустить все это дело за рубеж, потому что там все реквизируют воров. Они же знают, кто вор. И пока они воруют, пока у них доходы туда утекают, их берегут, как вот такой кошелек, который разрастается, а потом его можно будет отнять. Нам надо было бы установить русскую власть, чтобы сделать это самим. У воров отнять наворованное сейчас. Или отнимут зарубежные другие правительства, других государств. Тоже воровские, но присвоят наши. Они присвоят на законных, относительно законных основаниях. День знаний отменяется в пользу Рамадана. Об этом мы уже говорили. С этого мы начали, этим мы заканчиваем. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципальным образованием переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. То есть это те, кто мы за бедных, мы за русских, на самом деле являются лоббистами исламистов, врагов России и русских. Депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышев, Ивадин Деньгин. Внесли соответствующий за проект в электронную базу обоснования обширной географии России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года. Хотя на самом деле это праздник День знаний, а не только начало учебного года. Завершая, скажу, уже устал я заниматься русскими новостями, устал акцентировать внимание на то, что, в общем-то, должно подвигать русских людей к какой-нибудь, хоть к какой-нибудь деятельности, хотя бы одного из сотни. Но я представил себе хорошо видеоролик мой, скажем, 4 раза в месяц я показываю. Если бы каждый просмотревший платил по 10 рублей, нам бы хватило на то, чтобы содержать все, что мы сейчас содержим за свои копейки или поддерживаем своим трудом русский национальный фронт, штаб и вся наша деятельность, вот так по 10 рублей с носа и, в общем-то, ничтожное количество посетителей, мы бы много чего могли делать. А сейчас мы не можем ничего, потому что мы живем в условиях предательства русским народам, самого русского народа, предательством нынешними поколениями всей предшествующей истории, и всех своих предков, и отцов, и дедов, и прадедов, и всю тысячелетнюю историю русские люди предают, предают в лице русского движения, которое единственное пытается спасти наше Отечество от разграбления и русский народ от уничтожения. Я не знаю, сколько раз надо об этом сказать, чтобы у людей открылись глаза, открылась душа, и они приступили к какой-нибудь деятельности, пересмотрели бы свою жизнь, пересмотрели бы свое отношение, что главное в жизни, что второстепенное. Если главное то, что не имеет отношения к спасению России, тогда не вы, так ваши дети придут в состояние нищеты и погибнут где-нибудь под забором, или будут зарезаны каким-нибудь исламистом, или будут ограблены каким-нибудь очередным нуворишем. В любом случае, вы или ваши дети будете лишены всего, вообще всего, чем вы владеете сейчас, или думаете, что владеете. Вы думаете, что вы владеете квартирой, реновация вам показывает, что вы не владеете. Вы думаете, что вы владеете вклады в банках, хотя бы небольшие вклады есть у многих, по крайней мере. Но все это будет у вас отнято. Вы думаете, что вы самостоятельны в принятии своих решений, но базы данных, которые будут созданы и уже создаются, я думаю, что по большей части они уже созданы, будут манипулировать вами как угодно, будут манипулировать, в том числе и вашим здоровьем. Вам пропишут такие таблеточки, чтобы у вас все было хорошо. Если вы хотите этого рабства, нового рабства, самая ужасная антиутопия уже реализовалась, и мы там похихикиваем над Оверуэлом или там какими-то другими замятинами и так далее, но на самом деле это реальность уже. Уже все перед глазами у нас, уже все казалось, что формой заимствования сюжета антиутопии был сталинский режим или гитлеровский режим. Но на самом деле оказалось, что прообразом в будущее, которое предсказывали эти антиутопии, на наших глазах построено в Российской Федерации. Казалось бы, что это просто невозможно. А это реальность. Мы реально живем в аду, в Содоме и Гаморе, где все горит, где уничтожаются наши души и будущим поколениям просто негде будет жить, и они ниоткуда не могут появиться. Они просто будут истреблены. Последний век, я писал когда-то брошюру, последний век Белого мира, последний век России наступил, и Россия уже исчезла. Она растворяется, просто как будто в воздухе облачко растворяется. Если русские люди ничего не будут делать, если они не будут переживать как личную трагедию, причем переживать активно, не просто там сидеть где-то в углу и слезы проливать. Все это будет на ваших глазах, все это произойдет сейчас непосредственно. Давайте попытаемся избежать финальной русской трагедии. Много было трагедий, но сейчас подступила финальная трагедия. Нам надо вот именно сейчас, сегодня сосредоточиться, чтобы поддержать тех лидеров, ну какие-никакие есть, много претензий у массы людей, к Болдыреву, Кавашову, к Стрелкову и к другим людям, которые войдут в состав вот этого проекта народные лидеры. Ну хватит уже, все это надо остановить, наконец. Мы не либералы, мы не коммунисты, мы не левые, мы не правые, мы русские. Мы русские. Вот кто может быть русским без всех этих левацких загибов, без всех этих, без этой либерастии, без убогого этого совершенно дикого поклонения Путину как божеству. Вот все, кто избегает либерастии, коммунистии, путинистии, должны включиться в проект народные лидеры или как активный компонент, или как помощники, активные помощники. Кто-то должен профинансировать, кто-то должен личным трудом здесь пропагандировать, в конце концов, через социальные сети, ну хоть что-нибудь делать, хоть что-нибудь, а не ковыряться в носу и не говорить о том, что вот все погибло, потому что у нас лидеров нет. Ну потому что вы ни черта не делаете, вот поэтому все погибает. Давайте от этого ни черта перейдем хоть к чему-то, хоть к какой-то деятельности на копейку. Если в России найдется 100 тысяч деятелей, 100 тысяч, всего это ничтожная часть народа, мы победим. А если не найдется, ну что ж, все превратится вот в то, во что превратил Россию Путин, в Содом и Гамору. И все это сгорит ярким пламенем и уже горит сейчас. Наш дом горит. Мы должны потушить этот пожар и вернуть Россию русским, вернуть русским собственность и власть, построить в России русское национальное государство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин